Почти 2 миллиарда рублей поступили в республику в 2013 году. Средства будут направлены на реализацию федеральной целевой программы развития транспортной системы России в 2010-2015 годах. В частности, на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М7 «Волга». Проблема вывоза мусора в последнее время становится все более актуальной. Она касается всех населенных пунктов. И если с вывозом ТБО ситуация так или иначе решается, то с утилизацией крупногабаритного мусора возникают сложности. Как решают эту проблему в Чебоксарах, выясняла наша съемочная группа. Современный мусоровоз уже две недели тестируют в северо-западном районе столицы. Машина изготовлена в набережных Челнах по австрийской технологии. По словам представителя завода, у автомобиля множество преимуществ по сравнению со старыми мусоровозами. Раньше, чтобы убрать выброшенную мебель, бытовую технику, приходилось вызывать дополнительные машины. Новая же модель перерабатывает крупные отходы сразу на месте. Кроме этого, в машину помещается в три раза больше мусора. Да и работает она на экономичном газовом топливе. Машина проезжает, забирает контейнера, и наши же люди грузят крупногабаритный мусор в эту же машину. То есть, соответственно, это будет в итоге удешевление для жителей города на вывоз мусора. Это будет намного быстрее, если вы правильно заметили. Вот сейчас мы убрали сколько? Шесть контейнеров. Затратили на это две с половиной минуты. И еще потратили три минуты на уборку крупногабаритного мусора. Это намного быстрее, чем старая техника делает. Пока сотрудники спецавтохозяйства только тестируют машину из набережных Челнов. Испытания в городе проходили и подобные машины других производителей. Но остановиться решили все же на разработке соседей. До 2015 года спецавтохозяйство планирует вывести 16 таких машин на улицы города для уборки территории. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Николай Яковлев, Республика.